Вероятно, в скандальном деле о гибели известного израильского бизнесмена Арака Майяма наступает финальный этап. Сегодня российский пародист Максим Александрович Галкин, который уже второй день находится под стражей, дал дополнительные показания в деле о смерти Арака Майяма. Защитник Галкина, известный российский адвокат, считает, что израильской полиции очень не нравится поведение Максима Галкина. 40-летний адвокат Мурат Мусаев, которому обратилась семья Галкиных, считает, что Максим просто испугался, так как никогда не был в похожей ситуации. Однако израильскую полицию смущает тот факт, что Максим Галкин каждый день рассказывает что-то новое, как будто придумывает это. Например, сегодня стало известно, о чем разговаривали Максим Галкин и Арак Майям, завтракая в ресторане. За два часа до смерти израильтянина. Арак был подавлен разрывом отношений с Аллой и спрашивал моего совета, рассказывает Максим Галкин. «Я знал Арака всего лишь два месяца, но могу с уверенностью сказать, что несмотря на свое богатство и титулы, он был очень инфантилен в любовных отношениях», продолжает Максим Галкин. Многие не верят в его искреннюю любовь к Айле, но это не так. Он любил ее как кумира, как образ, как божество, без всяких корыстных целей. Галкин признался, что сам купил спиртное в ресторане для Арака Майяма. «Тебе взять виски?» «Да, возьми», – рассказывает Максим Галкин. «Ему нужно было просто выговориться, и я оказался подходящим для этого», – рассказывает Максим. На вопрос полиции, почему Галкин не отвез Арака домой, Максим ответил. «Арак сам попросил меня не ехать домой. Не будет стыдно перед своими родителями. Я никогда дома не появлялся пьяным». Ну а в конце допроса Максим Александрович рассказал то, что теперь может в корне изменить это дело. Пародист признался, что сам отвел Арака к морю. «Ты в порядке? Ты сможешь плыть?» – спросил я у Арака. «Да, все окей, 10 минут, и все будет в порядке», – ответил мне Арак Майям. Далее, по словам Максима Галкина, он отвлекся листая документы, а когда вспомнил об Араке, было уже поздно. Однако, как сообщил адвокат, последний рассказ Максима вызвал у израильской полиции большие сомнения. «Сейчас они ищут свидетелей этого происшествия», – рассказывает Мурат Мусаев. «Если это не поможет, понадобится детектор лжи». Законная супруга Максима Галкина, Алла Пугачева, хранит молчание. Стало известно, что за текущие сутки она ни разу не навещала Максима в тюрьме.